В Кыргызстане с 2014 года работает программа фостерных семей, и она преследует цель предотвращения насилия в отношении детей и предоставления воспитания деткам, оставшихся без присмотра. В силу независимых от ребенка жизненных обстоятельств, иногда дети остаются без попечения родителей и находятся на грани разлучения с родителями. Дети, воспитывающиеся без участия семьи, которые уязвимы, чем дети, которые проживают в семейном окружении. В данном случае государство обязано обеспечить соблюдение права детей воспитываться в семейном окружении и представлять услуги альтернативного ухода за детьми. Постановлением правительства от 21 декабря 2020 года за номером 622 утверждено положение о приемной семье в новой редакции. Фостерная или приемная семья – это обученная семья, которая осуществляет воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на определенный период времени на основании договора. Стоит отметить, приемные семьи не являются официальными родителями, дети в них содержатся временно. Семья-кандидат должна соответствовать таким нормам, как Приемная семья должна иметь свое жилье. Возраст от 35 до 65 лет. Они должны быть гражданами Кыргызстана. Те, кто желают стать фостерной семьей, сначала должны обратиться с заявлением в районный отдел социального развития и после подготовить документы. И последнее – они должны пройти специальное тестирование. В процессе обучения проводится психологическая оценка кандидатов в приемной семье в целях избежания негативных ситуаций при воспитании детей, в том числе предотвращения случаев жестокого обращения и насилия над детьми. По результатам пройденного обучения успешно прошедшая оценку кандидаты рекомендуется на получение сертификата. Успешно прошедшее обучение граждане становится кандидатами в приемные родители. После того, как составится договор, как только приемная семья будет принимать детей, воспитывать, он будет под контролем нашими сотрудниками. Постоянно будут под наблюдением такие дети. Айнагуль Шарапеева пополняет ряды не без различных граждан страны. На сегодняшний день они с мужем на попечение взяли двоих детей. Хотя они уже имеют своего одного ребенка. Но в будущем также они планируют усыновить одного такого ребенка. Ребенок должен расти в семье, получать любовь и доброту родителей. Воспитание в интернате лишает детей многого. Я хочу помочь оставшимся деткам, а в будущем усыновить или удочерить одного из них. Начиная с текущего года, в соответствии с новой редакцией положения, предусмотрена форма финансирования на основе прожиточного минимума, на содержание ребенка и на оплату труда приемного родителя. Стоит отметить, с 2014 по 2020 годы услуги приемных семей получили более 200 детей. В настоящее время в стране работают 44 приемные семьи, в них воспитывается 72 ребенка.